Добрый день, уважаемые коллеги. Раз, два, три, меня слышно. Сейчас я свое выступление построю следующим образом. Я прочитаю доклад и потом вам покажу, вот здесь, прямо в натуральном варианте, как это работает. Ну, наверное, это было бы интересно, правда ведь, что это мои фантазии какие-то, а что это реальность какая-то. И кто желает, может выйти в качестве участника. Я, может быть, даже парочку, трое, три человека посмотрю и сразу же здесь. Подкорректируем. Ну, посмотрим по возможности. Будет добраться следующий слайд. А, вот, вижу, да. Значит, болевые синдромы и туннельные, при туннельных компрессионных синдромах продолжают быть актуальны. Проблемы в настоящее время, несмотря на высокотехнологические методы диагностики и лечения. Диагностика лечения у нас совершенствуется. Избавиться от этих проблем мы не можем. Да, в подавляющем большинстве случаев коррекция нарушений проводится без учета реакции на воздействие вегетативно-нервной системы. Ну, ведь вегетативно-нервная система, она принимает непосредственное участие в трофике ткани, и дисфункция ее приводит к появлению компрессионных и туннельных, собственно говоря, синдромов. А в вашей практике, вне всякого сомнения, встречались пациенты, которые, к примеру, сегодня на воздействие ваше благоприятное, его переносят и какие-то очень хорошие клинические результаты вы имеете. В какой-то момент они никаких не дают результатов ваше воздействие, а иногда то же самое воздействие может приводить к противоположному результату, у них может возникать обострение. И это всегда специалистов ставит какое-то недоумение, в тупик, как такое возможно. Ну и, соответственно, если в вегетативно-нервной системе возникает нарушение, резко снижаются адапционные резервы организма, вне всякого сомнения. Мы взяли определенное количество пациентов для того, чтобы исследовать возможность повышения эффективного лечебного воздействия при болевых синдромах путем восстановления сегментарных механизмов регуляции, в том числе и взаимоотнажения в вегетативно-нервной системе. Мы исследовали, ну сейчас уже больше 20 человек, мужчин и женщин в возрасте от 18 до 80 лет с болевым синдромом, в котором изолированно проводилась коррекция только вегетативной нервной системе. Мы ничем не занимались, кроме как коррекция вегетативного контроля. Всем пациентам проводилась оценка активного и реактивного сопротивления тканей человеческого организма методом диагонально-сегментарной амплитудометрии, кардиоинтервалографии, аппаратным комплексом или АСКАД-850А. Также проводилось классическое неврологическое исследование, оценивали стричь-рефлексы со стороны мышц. И на базе проведенных исследований, какие этапы коррекции и диагностики, мы находили морфологический субстрат, который поддерживал эту боль, подтверждалась увлеченность вегетативной нервной системы в данный процесс симпатической или парасимпатической, ну сегментарного аппарата вегетативной нервной системы. И, соответственно, оценилась дисфункция нацегментарного аппарата. Также, поскольку вегетативная нервная система, нацегментарные аппараты, очень тесно связаны с лимбической системой, и иритации с лимбической системой порой часто вызывают раздражение нацегментарных аппаратах, то мы также оценивали и лимбические комплексы. Но после этого проводилась коррекция поврежденных частей вегетативных нервной системы, и проводилась также коррекция лимбической системы. Я надеюсь, мы кого-нибудь из аудитории возьмем, и если там будут нарушения на лимбической части, возьмем какие-то саногенетические системы, включим на лимбическую систему, я покажу, как это работает на болевых синдромах. Ну и, собственно, результатами исследования проведения повторной диагональной сегментарной апплитуды метрии отмечалось увеличение проводимости ткани в зоне иннервации компримированной нервной ткани. Вот видно до коррекции и после коррекции. Зелененькое – это хорошо, то, что здесь показано. Ну и также при повторном проведении кардиоинтервалографии улучшалась функция вегетативной нервной системы. Здесь показано до и после коррекции. Видно, что адаптации явно улучшаются. При повторном нейрологическом тестировании улучшались рефлексы, ну и восстанавливались встречи рефлексы. В процессе коррекции отмечалось снижение уровня боли, и боли прогрессивно снижались в последующие дни. Ну и, собственно говоря, восстановление сегментарных механизмов и их взаимоотношения вегетативной нервной системе повышает эффективность коррекции при болевом синдроме. Вегетативной нервной системе у нас врачи занимаются достаточно мало, ну потому что ее диагностировать и методы воздействия на нее, они определенным образом сложны, поэтому ей занимается мало. Хотя это 80% всей нервной системы. Это, казалось бы, нужно этим и заниматься, но вот так случилось, что этим занимается лишь только небольшая доля неврологии. Ну и давайте я вам покажу на ком-нибудь, кто имеет болевые синдромы, к примеру, в спине, можете выйти, я покажу вам пример коррекции. Это не больно, это достаточно быстро и успешно. Проходите, пожалуйста. У вас еще 12 минут. Отлично. Я уже сказал, что мы, возможно, посмотрим нескольких человек. Вы тогда обозначите, что вас беспокоит. Шея. Шея, нижняя шея где-то идет. Боль постоянная или она у вас периодически возникает? Постоянная, Коля? Периодически усиливается. Усиливается. При нагрузках усиливается? Я не знаю. Не обращала внимания. Ну чем-то она усиливается. Сложно сказать, да? У нас все усиливается, да. Ну хорошо. Давайте вот так немножко. Будьте добры, приседите, пожалуйста, вот сюда, ко мне лицом. Справа, с левой стороны больше. Слева больше. Слева больше. Еще раз покажите пальчиком, где возникает боль. Ну показывает шейно-воротниковую зону, да, вот ближе к позвоночнику. Ну давайте быстренько что сделаем. Сейчас нагрузим систему, посмотрим неврологию шеи, вот, посмотрю по компрессиям и посмотрим вовлеченность вегетативной системы, вовлеченность лимбических центров и быстренько коррекцию введем. Будет добры. Посмотрим пятый нерв, вердовите, исследу дельтовидные мышцы. Давайте нагрузку сделаем сразу же статическую. Будет добры, руки вот в такое положение. Сверху немножко подгружу, ну сымитируем какую-то статическую нагрузку. Секунд 10 пыржу. А после нагрузки, собственно говоря, проверим рефлекторную активность в нейтральных положениях и в латерофлексиях посмещаем диски межпозвоночные. Благодарю вас. Все, пока опускайте. Смотрю С5, вверх. Смотрю, ну давайте посмотрим сразу же в латерофлексиях, голову наклоните. В другую сторону, пожалуйста. Хорошо. Посмотрим С6, потолок давите. Голову наклон. Толок. Голову наклон. Толок. Не торопитесь. Вверх. Ага, хорошо. И посмотрим С7 в нейтральных положениях. Пол давим. Еще раз пол. Ну здесь, честно говоря, я не знаю пока С7 или нет. Голову наклоните. В пол давим. Ну ничего не меняется. Голову наклоните. В пол давим. Лучше. То есть, ну это явно С7. С7. Посмотрим С4. Держите в этом положении. Нужно будет рукой прижимать. Руку прижимаем. Я к себе тяну. Вы, соответственно, прижимаете локоть и руку. И локтем немножко назад давливаете. Голову наклон. Голову наклон. Это С7. Декомпенсированная компрессия на С7. Да. Ну и теперь давайте посмотрим, мы для С7 можем что-то сделать через вегетативную нервную систему. Прямо здесь, сейчас. В пол давим. Давайте я с этой стороны зайду. В пол давим. Спровоцируем реакцию вегетативной нервной системы, парасимпатическую. Ну, возьмем глазосердечный рефлекс, активируем. Будьте добры, сейчас себе. Нужно будет подавить на глазные яглыки. Глаза закрыть и сбоку немножко поддавить. Сбоку. Ну, немножко активируем парасимпатический аппарат. Все, можете пока опускать. В пол-то поддавлю. Реакции не вижу. И давайте симпатическую нервную систему активируем. Терпим пока все. Нормально. Ну, возьмем, к примеру, можно боли активировать, а можно холодно, к примеру, активировать. Возьму сейчас холодное нечто. Холодненько. Ну, можно больно, конечно, сделать, но мы будем как-то, да, идти по какому-то пути. Менее агрессивным. Вполнаем. Лучше. Это говорит о том, что симпатическая часть нервной системы заинтересована в данном процессе. Можно найти, какая часть симпатической нервной системы заинтересована, и ее поправить. Давайте посмотрим вовлеченность лимбической части. На цессе в полдэйм. Ну, вот она опять, дисфункция ушла. Посмотрим, насколько к лимбической системе имеет отношение. Есть так называемые встречи-точки, которые отражают вовлеченность лимбической системы. Ну, вот руку вот сюда поставьте, на лобной бугры. В полдэйм. Лучше, то есть эмоциональная составляющая к этому имеет отношение. Сейчас я быстренько найду энергический канал, который представлен на руке и на лице. И через этот канал можно будет посмотреть, с какими эмоциями это связано. И быстренько она вспомнит какую-то ситуацию. Тему я задам. И после этого активируется определенный центр головного мозга, с которым можно отработать. И таким образом уменьшить их иритацию на вегетативные, на сегментарные механизмы. Уменьшив таким образом боль, потому что будет меньше сокращаться рефлекторно-мелкая мускулатура шеи. Давайте посмотрим. Смотри точки на лице. Ну, это начало выхода канала. Конец и начало выхода канала. Ну, это точка стресс называется. Нам не нужно сейчас ничего рассказывать. Меня сейчас интересует принципиально, чтобы вы подумали о определенных вещах, которые в вашей жизни продолжаются или периодически случаются. И это связано с эмоцией стресса. Но мне важно, чтобы зона мозга сейчас активировалась. Подумали? Ну, и, соответственно, мы знаем, что лимбическая часть увлекается в этот процесс. Ну, значит, и надсегментарные механизмы тоже увлекаются в этот процесс. Сейчас я посмотрю, какие надсегментарные механизмы и сегментарные в этот процессы увлечены. Также через рефлекторную активность буду смотреть, ну, в данном случае я буду смотреть через остеопатию. То есть я буду смотреть ткань, ну, конкретно гипоталамуса. Буду смотреть центры среднего мозга, продлоговатого. Буду смотреть центры периферической части, то есть сегментарного аппарата, это вегетативная нервная система. Всему этому обучаться легко и просто. Приходите, научим вообще никаких проблем технологии современной. Позволяет научить этому быстро и качественно. Да, полдэйм. Если брать надсегментарные механизмы регуляции, то реагирует передняя группа ядер гипоталамуса. Ну, продлоговатый на уровне среднего мозга я реакции не вижу. Посмотрим гондрианерный аппарат на уровне паравертебральной спочки. Речь идет о гуро-ошейном переходе с левой стороны, но и с правой стороны тоже представлены нарушения. И посмотрю реакцию со стороны боковых рогов спинного мозга. Ну, речь идет где-то о Т2, вот так вот, боковые рога спинного мозга. И посмотрю еще сплетение. Метасимпатическую систему гляну. Смотрю грудную клетку. Сделали выдох. Но что-то в грудной клетке присутствует. Остеопатически тоже посмотрю какие-то... Ну, что это конкретно. Очень похоже на плевру. Речь идет о паритальной плевле, о диафрагмальной части. Перекарты посмотрю. И сами легкие. Ну, и посмотрю еще аппарат брюшной, чтобы не исключить, что идут ирритации с брюшной полости. Живот себя втянули? Еще немножко потерпеть. Значит, нашел несколько элементов. Нациментарный аппарат – это передние ядра гипоталамуса. Это часть олимбической системы, где-то проекция мамиллярных тел. Вот там напряжение существует. И нашел ганглионарный аппарат на уровне Т3, Т4. Вот так вот. Это паравертебральный ганглионарный аппарат. И Т2 где-то – это боковые рога спинного мозга. Ну, давайте, соответственно, это быстренько скорректируем. Будь добрым, давайте это сделаем коррекцией. Будь добрым, вспомните, пожалуйста, ситуацию, что сейчас будет происходить. Она будет вспоминать ситуацию. Я посмотрю, какие ядра более детально олимбической центров работают не совсем корректно. После этого я запущу определенные соногенетические механизмы на олимбической системе. Они, соответственно, запустятся и нейтрализуют то напряжение, которое там существует. А вы болевые ощущения сейчас как-то можете расценить, ощущать, ощутить? Ну, вот как бы ее потом протестировать, посмотреть? Есть ощущения. Ага, хорошо. Ну, вы можете их потом сравнить, да? Хорошо. Соответственно, будьте добрым, вспомните, пожалуйста, ситуацию, которую я попросил вас запомнить. Готово? Все, можете пока думать о чем угодно. Я нашел дисфункцию на уровне ядер олимбической системы. Произведу сейчас коррекцию. Ну, для остеопатов ткань находится в состоянии выдоха. Я, соответственно, переведу ее в состояние вдоха. Еще раз будьте добры, вспомните ситуацию. Ну, вот напряжение стало уже меньше, пока можете думать о чем угодно. Будьте добры, еще раз вспомните ситуацию. Вспоминается сложнее? Да. Как бы замылилось немножко, да? Ну, вот это включение саногенетических механизмов на уровне лимбического центра. А я не корректировал пока даже сегментарный аппарат и надсегментарный не корректировал. Я скорректировал только, включил саногенетические механизмы на уровне лимбической системы. Сейчас посмотрите, пожалуйста. Если было 10 баллов более, то сейчас сколько? Ну, давайте попробуем, будьте добры, присядьте. Да, присядьте. Если было 10 баллов более, которые вы ощущали, то сейчас сколько баллов более? Бало 7. 7 баллов. Ну, и теперь давайте, я последовательно буду корректировать, чтобы показывать, как оно будет меняться. У нас осталось на сегментарный аппарат на уровне передних ядер гипоталамуса. Тоже посмотрю реакцию напряжения в этой зоне. Растяжение сжатия сжать идет хорошо. Пойду на непрямую технику. Сожму. Ну, фазу выдоха переведу. Ядра гипоталамуса. Ну, вот ядра гипоталамуса в нормальную функцию вошли. Мы сейчас попробовали, посмотрели. Не могу найти. Еще раз. Не могу найти. Ну, мы все-таки коррекцию сделаем со стороны периферической части, да, сегментарного аппарата. Ну, я уж раз взял коллегу. Ну, понятно, что восстановился рефлекс, ну, и болевые ощущения уменьшились. Соответственно, скорректирую сейчас боковые ядра Т2 и симпатический ганглионарный аппарат в проекте Т34. Растянув сжал, сжимается плохо, растягивается хорошо. Это ганглионарный аппарат Т34. Ну, вот, собственно говоря, ткань раздышалась. Ну, и уже скорректирую боковые рога спинного мозга Т2. Ну, вот, боковые рога Т2, собственно говоря, скорректировались. Ну, смотрим рефлексы. Ну, нам так повезло, что пациент уже сразу же после коррекции надсегментарного механизма стал лучше себя чувствовать. Ну, соответственно, о чем это говорит? О том, что надсегментарный аппарат был в данном случае ведущим. Ну, так ведь, правда? Голову в наклон. Голову в наклон. Хорошо сейчас все у вас? Да. После коррекции у вас будет такое состояние, как будто, ну, немножко вас по голове мешком ударили. Ну, так вегетативная нервная система адаптируется. Ну, пациенту рекомендуют после этого, ну, немножко посидеть, полежать там. Насколько еще времени осталось? Мы будем заканчивать. Хотелось бы задать вопрос, Николай Александрович. Для чего врачу-неврологу знание основы национальной коррекции? Для чего им нужна ваша школа? Значит, смотрите, ну, я сейчас показал только технику перцепторной коррекции лимбической части. Но это лишь только одна из технологий. Пожалуйста. Значит, мы изучаем тех технологий для чего? Для того, чтобы вы могли коррекции произвести со стороны лимбической системы, ну, посмотрите, у нас даже в стандарт коррекции неврологический, что является, да? Это миролаксанты, это НПВП, это антидепрессанты. Это классический набор. То есть эмоциональная часть, ну, колоссальное влияние имеет на все наши болевые синдромы. Я же сразу же с самого начала говорил, несмотря на то, что мы стали жить лучше, мы стали… У нас обеспечение медицинское стало лучше, препараты стали намного более качественными и более очищенными. Но проблема-то не решается, она усугубляется, как вы видите. То есть эмоциональная составляющая, ну, колоссальную роль оказывает воздействие на вот болевые вот эти составляющие. А для чего знать, ну, у нас эмоциональные коррекции в курс входят 6 семинаров таких вот, где, ну, по два дня они в субботу-воскресенье специально сделаны для того, чтобы и какие-то иногородные граждане могли приехать, и вообще в целом, кто хочет, может посетить независимо от работы, все отдыхают в субботу-воскресенье. Таким образом, там изучается более 30 способов коррекции и древней структуры головного мозга, уровня подсознания, уровня бессознательного, изучаются гипнотические видения. Зачем гипноз, скажете вы? Зачем? Дело в том, что можно грузить систему древних структур головного мозга до таких состояний, когда будет формироваться спонтанное обезболивание. У нас древние структуры головного мозга вырабатывают каннабиевые диапиаты. И вы можете найти эти центры головного мозга и на структуру боли влияние оказывать. Ну, вы можете человека до этого состояния довести до состояния спонтанного обезболивания. Потом вы можете ему еще внушить обезболивание дополнительно и поставить определенную программу, якорь. И пациент может сам брать в эти состояния, входить в состояние обезболивания. Без вас. Вот ему нужно там зубы полечить, понимаете? И он может это сделать без анестезии канала, можно без анестезии поломбировать, понимаете? То есть он взошел в это состояние, пол, когда его это интересует, и уменьшил боль. Или там что-то случилось, вот мне наши курсанты рассказывали, пошли они в поход. И у человека произошла травма. Ну, он подвернулся, стопал, подвывик себе сделал. Боль, говорит, дичайшая, а мы в центре тайги еще 30 километров топать. Как топать в таком состоянии, неизвестно. Он повыл от боли минут 15, а потом вспомнил, что однажды на семинаре ему ставили фиксацию, якорь на предмет входа в состояние. Ну, состояние называется издела, к примеру. Там есть еще более глубокие ультрастадии. И человек вспомнил это наведение, которое ему было создано. Он вошел в это состояние и вышел оттуда через буквально 10 минут, уменьшив боль себе на 90%. Без препаратов. Ну, мозг у нас колоссальной мощности. Он может массу чего реализовать, массу чего себе внушить. Но почему бы этим не пользоваться, феноменом? Можно это называть феномен плацебо? Можно? Да, пожалуйста. Ну, меня результаты интересуют. Если плацебо можно исследовать, контролировать и давать пациенту в помощь, почему бы этим не заняться? А можно вот включить презентацию и там вот следующий слайд включить? Это возможно? Ну, сейчас вот на презентации, кто, ну, будьте добры, там вниз помотайте или дайте мне кликер. Я сам быстренько помотаю. Разрешите? Я знаю, куда мотать. Да, вот посмотрите, да, благодарю вас. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь вот показано спонтанное обезболивание, когда зажим Хохера наложен. А, да, извините. Да, наложен на кожу пациента. Это не внушенное обезболивание, это спонтанное обезболивание. Пациент ничего не чувствует. Как я уже сказал, пациент может сам в это состояние спонтанно ходить, ну, вернее, сходить тогда, когда он хочет. Ну, и при болевых синдромах, особенно при нейропатических болях, это, на мой взгляд, один из источников спасения. Когда мы пользуем, к примеру, лирику, и она, к примеру, не помогает, ну, почему бы этим способом воздействия не пользоваться? Ну, кто хочет, может вот QR-код сфотографировать и, собственно говоря, быстренько посмотреть там. Причем все это обучается, не нужно годы обучаться, этому всему можно обучиться буквально в считанные дни. Причем вся прелесть, современные технологии позволяют. Ну, и в школе эмоциональной коррекции вы получите нейрофизиологические принципы, освоите массу техник, гипнотическое наведение освоите. Все это достаточно просто, любую осваивать, не нужно тут каких-то знаний и семипядий во лбу иметь. Кроме этого, вы получите четкий алкоголит от начала приема до посленого прощания с ним, научитесь свои проблемы, собственно, решать, своих близких. Следующий семинар у нас 4-5 марта 2023 года, ну, школа начинается, там 6-месячная она, то есть, ну, раз в месяц всего-то нужно, надо пару дней поведеться вам. Вот, информация по этому семинару здесь присутствует. И еще вы можете прийти, конечно же, на семинары наши по вегетативной нервной системе. На мой взгляд, одна из самых благодарных тем, которая не требует много времени, но дает потрясающий результат. Я вас благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо, Николай Александрович. Вот здесь представлены в источнике, где программа школы эмоциональной коррекции есть, есть как раз контакты Академии, где вы можете эту информацию получить.